В Мирном состоялся вечер ледового шоу. В этом году организаторы поставили спектакль «Бременские музыканты». Яркое шоу посетили корреспонденты в Алмазном крае. Спектакль по мотивам сказки братьев Гримм «Бременские музыканты» стал настоящим рождественским подарком для горожан. Своей артистичной игрой и обаянием юные фигуристы покорили зрители уже с первых минут представления. Эту сказку мы все знаем, в детстве, естественно, смотрели и слышали. Сейчас, смотря на наших детей, которые замечательно катаются, вспоминаешь свое детство. И в этот светлый праздник, конечно, замечательное настроение ребята создали. Я думаю, не только у детей, но и у взрослых, всех в этом зале. На ледовой арене участники продемонстрировали не только умение танцевать, но и чувствовать ритм, грациозно двигаться. Ребята готовились к спектаклю, не покладая рук. Оттачивали мастерство на льду. С сентября месяца мы уже начинаем подготовку к ледовому шоу и к нашим непосредственным соревнованиям. Постановка «Бременские музыканты» раскрыл артистический талант у фигуристов. Зрителям особо запомнилось выступление Максима Нышпал, исполнявшего роль сыщика. Главные герои Дарья Коровина и Андрей Соломенник удивили ярким исполнением сложных элементов. В основном главные герои были дети, которые имеют второй спортивный разряд. Вы увидели и вращения сложные, и прыжки. То есть мы показываем не только театральную, но еще и спортивную постановку, где фигурное катание. Это очень сложно сделать. И сыграть театрально, и выполнять элементы. Все костюмы артистов шила специалист Центра сортировки алмазов Татьяна Нышпал. В свободное время она увлекается фигурным катанием. Во время спектакля исполнила роль атаманши. Шить приходится только вечерами в свободное время. Начала шить где-то я, наверное, с конца октября. И вот закончила два дня назад. Бременские музыканты прошли с аншлагом, и на второй день зрителей не убавилось. Ледовая арена буквально плавилась от тепла сердец благодарных зрителей.